Уважаемые товарищи, мы собрались для того, чтобы в очередной раз обсудить вопросы, которые касаются здоровья и жизни наших людей. Эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев. Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств и даже неполный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уже многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем. Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая «новая испанка» захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас не преодолен в Беларуси. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер, и оно носит также временный характер. Это временное решение. Все государства прибегают к этим методам. И если мы говорим о том, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны, ну, естественно, с Запада. С Россией у нас нет границ. Это потому, что мы видим огромную вспышку заболеваемости. Я говорю не только о тестах, которые нам демонстрируют десятки, сотни тысяч больных. Я говорю о реальных больных, особенно в соседней Польше. Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных, которые выехали, белорусов, за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо. И неважно, с каким паспортом, это зараза. Поехали учиться туда? Пусть учатся. Поехали работать туда? Пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один, я уже приводил пример, товарищей Гродно рассказывал. А вот, говорит, уехал туда. А как зубок, дословно говорю, зубок подлечить? Приехал в Гродно, чтобы подлечить. А что ж так? Не хватает квалификаций? Да нет. Там, говорит, в 10-15 раз дороже. Продолжение следует... Продолжение следует...